Хорошо. Здравствуйте, дорогие поморы. Рады приветствовать вас сегодня на нашей онлайн-встрече делового клуба поморского землячества. У нас сегодня два спикера. Это Андрей Килуков и Галина Бабрицова. Правильно? Да, верно. Чуть позже они представятся. Тема сегодняшнего встречи – это маркетинг и как из этого маркетинга сделать производственный процесс с понятными вводными данными, с понятными этапами и с понятными прогнозируемыми результатами. Это всего лишь обсуждение, начало обсуждения, потому что тема очень скользкая, очень сложная. На первый взгляд для нас, производственников, это кажется, что какой-то вообще темный-темный лес. Но Галина нам все расскажет более подробно. Пока, пользуясь случаем, я переключу вид на вид докладчика. Да? А почему я не докладчик? Я докладчик. Хорошо. Так вот, друзья, 19 августа у нас состоится встреча делового клуба поморского землячества в Москве. Встреча будет 19 в 14.00 до 17.00, до 18.00, как пойдет. Место мы на этой неделе еще определим и напишем в нашем телеграм-канале. Обязательно напишите мне лично, кто приедет. Я организую пропуск, чтобы всех запустили. К нам приедут также гости из Архангельска специально на эту встречу. Красивые, классные девчонки и мальчишки. Мы на этой встрече будем обсуждать непосредственно перечень проектов, которые мы реально можем сделать в деловом клубе для того, чтобы, во-первых, помочь друг другу, и, во-вторых, помочь Архангельской области, помочь архангельским предпринимателям. Вот, все, краткий анонс. Друзья, давайте начинать встречу по маркетингу, как из маркетинга сделать производственный процесс. Итак, дадим слово, пожалуй, Галине. Галина, расскажи, пожалуйста, про себя, где ты родилась, какая ты поморка и что ты умеешь в маркетинге? Ну, я скажу так, я поморка с шилом в одном месте, поэтому я в Москве. Родилась я практически в Архангельске, но родилась я на Украине. Через три месяца я уже оказалась в деревне Лампожня Мизенского района. И практически 30 с ГАКом прожила их именно в Архангельске. И только в 2015 году мы с мужем переехали в Москву и продолжили уже свою активность именно здесь. Я думаю, что это своего рода говорит о масштабе, о желаниях, о энергичности и так далее. Что касается опыта, то воспитана была я на бизнес-процессах. То есть семейный бизнес воспитал во мне такого своего рода тяга к предпринимательству. Отец у меня сейчас предприниматель в городе Архангельске, занимается в автосфере сервисом. Очень много мы с ним чего начинали, делали, продвигали, очень много всего было. В Москве я сейчас занимаюсь продюсированием, продвижением экспертов различного уровня. Ну и параллельная работа в управлении Сбербанка России, Московского банка. Там занимаюсь много другой деятельностью, но она в какой-то мере друг друга дополняет. Но это если коротко о себе. С точки зрения маркетинга я очень сильно люблю направление. Вот у меня люблю направление нативной рекламы. И сейчас, к моей радости, это направление занимает все большую долю в маркетинге. То есть сейчас, чем ты продвинутее, чем ты больше знаешь про маркетинг, тем больше. То есть сейчас, конечно, уровень уважения к этой науке, он по мне так очень высокий. И мне радостно, что многие предприниматели стали уже понимать, что это не просто где-то там за околицей кого-то касается, а это нужно конкретно, организованно вплетать в бизнес-процессы всей организации. Я скажу пару слов своих на эту тему. Поэтому вот коротко так. Хорошо, ну то есть уже сразу посыпались куча таких маркетинговых терминов, которые я лично ничего не знаю. Первый раз слышу про нативную рекламу. Но тем не менее, для нас, людей, так сказать, с инженерным образованием, производственников, скажи, пожалуйста, как ты понимаешь, что такое маркетинг? Маркетинг – это путь, который должен пройти представитель, то есть продукта. Вернее, маркетинг – это набор инструментов на пути к сердцу клиента. Это мое такое короткое определение. Я за то, чтобы правильно выявить потребность и дать ответ на эту потребность. Я вот за, я сторонник этого пути. Андрей, ну то есть давайте тогда дальнейший диалог строить, наверное, в этом уже ключе. Потому что маркетинг можно по-разному совершенно описывать. Андрей, а как ты описываешь маркетинг? Как я описываю маркетинг? Да, что это маркетинг, по-твоему? Комплекс головных болей для предпринимателя. То есть, с одной стороны, как производственник и как исполнитель, я понимаю, что мне нужно делать хорошо. И теперь, помимо того, чтобы делать хорошо, об этом еще хорошо надо рассказывать. Отлично, отлично. Андрей, тогда, пользуясь случаем, расскажи, пожалуйста, про себя. Представься, пожалуйста. Друзья, всем привет. Елуков Андрей. В Москву мы с супругой переехали в 2014 году на краткосрочную вахту. У нас был тут офис представительский. Мы приехали, и проработав три месяца летних непосредственно в нашем офисе московском, мы поняли, что никакой иной коммуникации с живым заказчиком не может быть как прямой. Поэтому было принято волевое решение переехать в Москву. И теперь мы на протяжении уже семи лет плечо к плечу, каждый день с нашими заказчиками чувствуем мы потребности, решаем. Ну и, соответственно, Москва позволила нам вот это все дело питать. Ну, родился я в Архангельске. Всю осознанную жизнь прожил в Архангельске. Просто в 2013 году мы поняли, что мы строим в самом Архангельске менее 30% объектов наших. Поэтому начали, в принципе, уже расширять кругозор. Вот в двух словах вот так. А, самое главное. Занимаемся строительством деревянных домов под ключ. Имеем два производства в Архангельской области. Производим портфильевый груз, камерный сушь и домокомплекты из клееного груза. Ну, я, насколько знаю, сегмент деревянного домостроительства очень конкурентный. Как ты думаешь, сколько вообще у тебя конкурентов или коллег, скажем так, по цеху? И чем ты выделяешься среди них? Как ты себя позиционируешь? Ну, вообще, в принципе, Архангельских ребят почти не осталось. То есть вот то решение, которое нас здесь оставило, оно позволило нам удержаться. Все остальные позакрывали то, что невозможно строить дистанционно. Здесь полно. А вообще работы хватает всем. Рынок домостроения, там, загородного, частного, деревянного, недеревянного, он измеряется там сотни тысяч введенных в эксплуатацию в год домов. Поэтому то, когда приличные компании строят, там, 50, 100, 150 домов в год, это не рынок. Рынок самостройщиков, он намного больше. Поэтому потихонечку по ступеньке, там, бригада, бригада с прорабом, маленькая строительная компания, большая строительная компания, концерт, домостроительный комбинат. Вот это такая идет градация. На каждом уровне есть определенная сегментация сильных, слабых конкурентов. Как бы мы ни росли, как бы ни росла наша компетенция, на каждом новом уровне мы встречаем более сильных партнеров и по ним уже равняемся. Слушай, ну, а по ценовому уровню, если брать, допустим, 100 долларов, да, там, ну, да, 100 долларов возьмем, да, то есть есть, там, можно построить дом, не знаю, там, за 10 долларов, максимально можно построить дом за 100 долларов. Вот ты за сколько долларов строишь дом? Мы сейчас строим где-то в долларов за 85. За 85, то есть это, в принципе, уже верхний сегмент, но еще не элитный, да? Да, ну, мы теперь понимаем стоимость наших компетенций и понимаем, самое главное, не стоимость существующих компетенций, а еще стоимость будущих компетенций, когда все это мы умножаем и приумножаем с каждым разом, с каждым домом масштабируем, стараемся систематизировать качество. То есть в 2022 году будет жестко введена контроль внутри технического отдела и независимая служба инспекторов технического надзора, которая контролирует технический отдел, который строит, контролирует стройку. Двойной контроль качества, да? А зачем он нужен обычному человеку? Это система. То есть, уходя в количество, мы всегда будем терять качество. Чтобы не потерять качество, мы должны заболеврироваться. Хорошо. Так, ну что, наверное, тогда, Андрей, ты начнешь с презентации. Да. В чем была большая инициатива? В том, что 10 дней назад или чуть больше, 2 недели назад, мы посчитали, сколько денежков мы потратили на эксперименты с таким инструментом, как Квиз, работающий в Facebook, Instagram. Я немножко ужаснулся, потому что мы потратили полмиллиона, а получили всего лишь один контракт. С стоимостью? Контракт стоимостью 4 миллиона. То есть, мы даже в лучшем случае эти деньги заработаем, то есть, контракт у нас ушел просто на оправдание этой. Была очень дешевра заявка. Стоимость заявки там 200-300 рублей. Вроде бы целевой клиент, потому что люди интересовались. Но как получилось, вот не тот круг целевого клиента. Вот это, поэтому это такая боль, и таких болей их много, о них я хотел бы рассказать. То есть, я сейчас сделал небольшую презентацию. Я хочу рассказать о том, что я хочу осилить с 1 сентября. Поэтому, с вашего позволения, я включаю демонстрацию экрана. Так, она получается? Так, нет, мне нужно разрешение. Сейчас я сделаю. Так, сейчас, 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 дополнительно разрешить. Вот, сделать организатор. Да. Отлично. Так, видео у тебя пишется? Да. Отлично. Как слить бюджет? Вау, вопрос на миллион. Значит, я выделил, экспресс-презентация, выделил 5 направлений. Связанная с репутацией, связанная с допродажей, с прямой рекламой, с окружающими нас ежедневными мессенджерами, ну и, соответственно, фидбэк. Первый… В данный момент времени репутацию надо сохранять и повышать, соответственно, начал сталкиваться с необходимостью подтирать, ну, вредные отзывы. В кризисе мы столкнулись с тем, что часть заказов нам нужно вернуть, иначе рентабельность по производству этих заказов, она тащит предприятие банк-поста. Так как мы сорвали сроки, мы, соответственно, уже не можем получить лояльного довольного клиента, поэтому, ну, чем совсем утонуть, лучше, конечно, в некоторых случаях берут деньги. Поэтому мы уже начали получать отзывы, и нам нужны компетентные ребята, которые могут нам помочь все это сделать аккуратно, потому что один негативный отзыв может свести эффективность всего маркетинга, всей рекламы, процентов на 20 точно. Соответственно, сталкиваться с термином «ремовинг» вот буду изучать. Так, что связано с подвижением? В продвижении я вижу по данным пунктам отраслевые союзы, тематические тусовки, тематические СМИ, ну, и, соответственно, там какие-то выгоды и пользы. Вот если рассматривать отраслевые союзы, я рассказываю про себя. Мы являемся участником лесопромышленного кластера, и все, соответственно, какие-то мероприятия или события мы об этом рассказываем. Ну, становимся такими высокими. Сейчас меня интересует строительный-закупочный союз на базе питерского клуба «Эталон», каким туда зайти. Соответственно, о каких-то больших мероприятиях тоже будем как в отраслевом союзе рассказывать, и тем самым показывать, что мы достаточно большие масштабно, и какой-то один отзыв недовольного клиента – это не показатель. Соответственно, тематические тусовки и мероприятия. Мы являемся участниками поморского землячьего, делового клуба поморского землячьего, клуба деловар, рассматриваю в каждой день еще пару деловых клубов, где можно заниматься нетворкингом. Все это показывает тем, что мы динамично развиваемся. Плюс лидеры и флагманы рынка. Вот сейчас была выставка загорного домовладения Open Village. Мы приехали туда с оператором, взяли спиток интервью серьезных, и, соответственно, это интервью будет где-то 15, получается, видео сюжетов, которые будут показывать, что мы в теме, что мы в тренде, что мы за этим всем смотрим. Соответственно, тематические средства массовой информации позволяют рассказывать экспертное мнение, узнание проблематики или каких-то проблем. Обзор региональных и мировых проблем – это экспертность взгляда. Вот, например, сейчас готовлю репортаж про Парижское климатическое соглашение о снижении содержания углекислого газа. Именно это Парижское соглашение является драйвером развития домостроения. То есть сейчас вся Европа берет зеленый вектор на развитие использования деревянных конструкций вместо металла из железобетона, потому что дерево растет, поглощает углекислый газ, все это преобразуется в углеродную решетку. Если дерево гнив, оно выделяет углекислый газ назад, дерево горит, выделяет углекислый газ. Если дерево сохраняется в строительной конструкции, мы сохраняем природу. Углекислый газ мы аккумулируем, и он консервируется. Ну и, соответственно, продвижение репутации – это раздача пользы, выгоды. Сейчас будем запускать тоже цикл на YouTube. Это лекция о строительстве, это какие-то интересные, компетентные высказывания. То есть вот этот комплекс репутационных мероприятий позволяет нам подняться выше и тому негативному какому-то отзыву раствориться. Ну это очень большой объем такой работы по управлению репутацией, который требует, наверное, выделенных людей, выделенных специалистов, потому что быть везде и много писать, и рассуждать открыто, то есть вот эту открытость показывать – это очень затратно. Так вот, Евгений, я про то и говорю, что сейчас мы дойдем до конца презентации. Если я этим всем буду заниматься, работать некогда. У меня сейчас уже там в телефоне столько полезных и интересных групп, что просто неразможно читать, а все интересно, все полезно, все компетентно. Хорошо, давай дальше, интересно. Ага. А, так, следующий пункт – это прямая реклама товаров и услуг. Ну, самой прямой рекламой товаров и услуг являются Яндекс.Директ, Гугл, площадка у них там РСИЯ, КМС. Про это я рассказывать не буду. Вообще последние два года не пользовались Директом, потому что мы участвовали в выставках и пользовались Авито. Вот Авито работало. Мы закрывали северо-запад по продаже материала, вот нам не нужно было. Вот сейчас мы вернулись в Яндекс.Директ, потому что мы стали больше, нам потребовался совершенно иной трафик, и мы за качественным трафиком вернулись в Директ. Ну, я говорю о том, что даже планируя растрату бюджетов, надо понимать, где находится основной трафик. Вот все, что эконом, он в Авито. Все, что премиум и комфорт, он в Яндекс.Директ, в поисковике. Даже вот такая сегментация на начальном уровне просто позволяет… При этом, если мы публикуемся по эконом в Яндекс.Директ, то Яндекс.Директ покупает трафик у Авито и показывает поисковую рекламу в Авито. И получается то же самое. Но, соответственно, платим кучу прокладок и все, и пролетаем. Вот, в Авито, в барахолках мы сегментировали, ну, делали, соответственно, расширение своего ассортимента по форм-фактору, брус-бревно, по сечениям, по комплектациям, соответственно, был домокомплект или просто сруб, или дом в какой-то комплектации, а с проектированием, со сборкой, с доставкой. И у нас получался такой большой вариативный ряд, и мы закрывали, ну, большое количество объявлений, оно не дает схожие объявления публиковать. Поэтому мы могли там публиковать до тысячи объявлений, и тем самым закрывать там весь северо-запад. И бизнес-аккаунт приравнивался у нас к интернет-магазинам. Мы про сайт свой забыли, мы два года на него не обращали внимания, он не нужен был. Получали лиды, прямую коммуникацию. У нас там до сих пор 10 телефонов, 10 аккаунтов, мало ли, там не все яйца в одну корзину. Поэтому барахолки работают. Количество против хейтеров. Вот когда, если говорить про бренд, это слайд еще к тому. Вот очень много мне, как минимум, надо распространить информации о том, какие мы. Про Архангельский завод клееного бруса и про личный бренд, меня как капитального специалиста. То есть на данный момент отсутствуют необходимые страницы в Википедии, не все отраслевые справочники закрыты, внесенные информацией. Что говорить там, допустим, люди любят копать грязное белье. Соответственно, если кто-то обратит внимание на Илухов Андрея, они первым делом будут забивать. Илухов Андрей. Соответственно, больше всего поисковики дают антирейтинг. Где-то есть грязное белье про то, что плохо построил, оно будет вытаскиваться. Притом, правда это неправда. Репутация имеет отношение, имеет отношение. Максимально публиковаться в региональных средствах массовой информации, федеральных, печатных изданий. Например, являясь членом поморского землячества. Я даже не знаю, к кому обратиться, но я считаю, имею право, наверное, на странице поморского землячества получить страничку свою. Соответственно, это тоже элемент репутационного решения. Владимир, приветствую. Привет, привет. Ну вот, пропал. Соответственно, также, если мы говорим о продажах прямых, мы один раз воспользовались услугой клипджекинг. Это публикуется на сайте Код, и все посетители, которые авторизованы у себя ВКонтакте, где-то еще в Фейсбуке, у них идет просто наглый захват пользовательских данных. Мы моментально через месяц хлопотали по SEO-продвижению банк от Яндекса, после этого только начали разбираться, что это такое. Конечно, код удалили. Прошло какое-то время, но мы уже переключились на другой сайт, не знаю, там сняли с нас банк. Вот внедряя какие-то фишки, инновации, надо точно оценивать риски, потому что нету открытой информации, это запрещено, но неправильная интерпретация нашими агрегаторами может накладывать прям большие отпечатки. И получая уже определенное количество лидов в процессе прямой рекламы, если мы не продаем дом, то мы начинаем допродавать. То есть мы продаем книгу, продаем проектирование как самостоятельную услугу, продаем услугу технодзора, потому что люди будут строиться либо сами, либо с бригадами, либо со строителями, которые надо контролировать, либо у нас есть инженерное подразделение, в какой-то момент времени люди придут, потому что нужно ставить инженер. И помимо этого у нас копится база контактов. Это хорошая база для каких-то сопутствующих продаж. Андрей, можно задам тебе вопрос, который задают все маркетологи. А чем у вас занимается отдел продаж? Как он выглядит? Насколько он профессиональный? Я ползу рук и на сердце скажу, что вот сейчас мы формируем за этот год третий отдел продаж. Прямо дописываем скрипты, презентации, оттачиваем, подстраиваемся, ужесточаем требования, повышаем мотивацию материальную и нематериальную, поэтому прямо с нуля формируем третий. Но вы берете людей уже с опытом, с экспертизой в деревянном домостроении, да? Или новичком? Нет. Вообще им не надо ничего знать. Им нужно создать интригу и завлечь. Просто создать потребность, необходимости диалога с компетентными специалистами. Они продают встречу или продают видеоконференцию со мной, например. То есть они создают ценность в этом. Вернее, Андрей, я все ждала, когда ты закончишь презентацию, не перебивала тебя сегодня. Там три слайда осталось. Тихо, скромной мышкой, но я поняла, что она уже, наверное, закончена. Теперь, если позволишь, я тоже... Там три слайда еще. Еще три слайда. Хорошо. Буквально, я очень быстро. Вот. Я еще вижу, что обязательно нужно мне заносить информацию в профильные каталоги, тематические издания. ЦЕН запускает платформу по агрегатированию строительных компаний. То есть мы туда уже в тесте заходим. Есть интернет-биржа. Не знаю, как правильно, но точно с какими-то услугами или с продажей книги тоже должен заходить. Когда мы занимались рекламой на сайт, у нас был онлайн-консультант. Вот он не работал в том виде, в котором его рекомендуют. Когда только мы начали делать провокацию, ну, на примере, вот, здравствуйте, я вам могу помочь? Неинтересно. Привет, квадратный метр интересует там за столько-то. Люди интересуют. Мы до 30% трафика генерировали через вот этого помощника. Пользовались LiveText, жила сайт, хорошо от них отзываюсь, но переключились на Битлэкс. Как работает? Пока не знаю. Мессенджеры, вайбер, паблик-чаты. Вот прям вижу, что есть такая помойка информации. Как работает? Не знаю. Стоит туда заходить? Не стоит. Тоже нет какой обратной информации. Как настраиваются боты, каталоги товаров там в WhatsApp и формы обратной связи? Вообще, я понимаю, что это работает. Я не знаю, как это работает. Не знаю, где взять специалистов. Вот это все нас окружает. Я только опубликовал статус там в WhatsApp, что я там выпустил книгу. Мне там уже 10 человек поздравили. Значит, оно работает. Вот как оно работает, я не знаю. Но эта проблема должна решаться. Платформа YouTube. Раньше YouTube просто опубликовал ролик. Сейчас. Reels истории. Ну, надо тысячу подписчиков. Короткие видео. YouTube-сообщество. И трэш-контент. Мы сейчас разрабатываем вообще серию видеороликов с трэш-контентом. Понятно, что мы будем дерево сжечь, дерево топить, дерево разбивать. Еще что-то такое делать. Только этим можно привлечь к какой-то массовой аудитории. Создать полувирусное видео и что-то интересное. Потому что я, как компетентный специалист, интересен очень маленькому количеству аудитории. И ее трудно масштабировать. Так. Ага. Инстаграм. Вот только по одному инстаграм я выделил, что из них есть истории, публикации, IGTV, видеорилс и топлинг. Это тоже рабочие механизмы. Инструменты. Есть вот маленький там кейс. У меня братья двоюродные. Он показывает объявление с провокацией подписки на него. На него подписывается, он подписывается в ответ, заходит в настройку, смотрит, на кого он подписался в последний раз, заходит в личные сообщения, здоровается и навязывает услуги. И все. Он больше не продает никак. Он только запускает вот так немножко рекламу в инстаграм и лично сам продает сообщения. Поэтому карусели работает, слайд-шоу, видео или там мы одинарное объявление. Куда заводить? В профиль, в сообщения, на топлинг или в книз, в квиз. Ну, как в моем случае оказалось, квиз – это просто деньги в топку. Просто пройди пять тестов, получи, буклей – все, не наша аудитория. Кто идет за халявой – все, точно не наш. Соответственно, очень важный Яндекс.Бизнес, Гугл.Бизнес. Начиная от показов на карте, Яндекс.Зен, маркеты, услуги, Гугли, мероприятия. Все это работает, все это нас подсовывает в обычную жизнь. Ты не знаешь, а тебе все это будет инфомир подсовывать. Ну и, соответственно, СММ соцсети. Вконтакте, Фейсбуке, Одноклассники, ТикТоки, все эти мероприятия, товары, группы. Вот это все необходимо заполнять. И вот с 1 сентября я точно понимаю, что моя жизнь должна выстроиться вокруг фидбэка. То есть я должен запустить email-маркетинг с автоматизированной рассылкой, запустить каналы, паблик-чаты, перейти на как минимум 2-3 вебинара в месяц. То есть это тематический и информационный. Информационный мы рассказываем о своей компании, вещаем на вопросы, а тематический я даю мастерство, мастер-класс, какие-то уникальные вещи. И что касается альтернативы трэш-контента, это обзор топчиков. Там топ-5 домов одноэтажных, топ там плохих технологий. И чем хуже, тем лучше. Ну, в двух словах, наиболее вот они вот такие. Отчего я... Обалдеть. И вот это все стоит миллион, да? То есть этот миллион туда вбухиваешь, и потом получаешь один заказ. Да, потому что 100 работает... А почему не 2, а почему не 3? Не, мы условно, вот у меня там, если выделить бюджет миллион, как его распределить? Кто ответит на этот вопрос? Где взять рецепт? Какую книжку почитать? Так. Ну что, я могу взять слово, да? Да, все, я передаю. Так, я только не знаю, как выключить демонстрацию. Андрей, ну прям почтение, очень крутой эксперт, просто нереально глубоко нырнул. Вот, и, ну... Ой, я так подумала, господи, сколько же я вещей знаю. Вот. Я что хочу сказать от себя, да? То есть, как я уже назвала до этого, я сторонник нативной рекламы. И если здесь вопрос зашел именно... Ну, если хочется моего мнения, я его выскажу. Да, конечно, ты специально здесь и сейчас спикером. Поэтому я не претендую на позицию, да, истины, вот, везде, но выскажу свое мнение. То, с чем я сталкиваюсь повседневно во всей своей работе как продюсер и маркетолог, это тот факт, что вот, как Андрей, да, то есть Андрей сейчас нам с вами, вот, продал себя. Он крутой эксперт, он крутой, глубокий, обширный, он проникающий, он с харизмой, он продал себя. Но я, как человек, я специально не вникала, Андрей, я специально вот здесь сижу, как чистый лист. Я, ну, вот, я, насколько знаю про вашу деятельность, да, то есть супруга, я так, я специально к этой встрече не готовилась. И вот я сижу, как чистый лист, и я не знаю, что ты продаешь, правда. Вот, ну, я знаю, что что-то с лесом, что-то с домами, вот. Я не претендую на твою целевую аудиторию 100%, да, или даже про правила Парета 20-80 тоже не претендую. Но мне почему-то кажется, что как раз здесь кроется вот этот ящик Пандоры, который ты сам себе зарываешь. Вот ты реально себя продал. Вот, ну, ну, просто у меня нет слов, я даже не могу ни к чему докопаться. Все правильно сказал, все инструменты практически назвал, все техники представил, да, то есть репутационный маркетинг сервис, да, то есть прямой маркетинг. Ну, в общем, все инструменты, все графы маркетинга, фактически ты окутался им вниманием. Но есть две вещи. Первый момент, еще раз, что мы продаем, да, в чем заключается твой продукт, потому что вначале ты говорил еще о твоем внедрении в глубину вплоть до, я забыла, учебное заведение, которое ты называл, да, то есть ты прям вообще, ты там, понимаешь, вот ты сейчас в моем представлении, это, господи, как он, ой, в космос-то запустил, поправьте меня, как его зовут-то недавно, ракет Маск. Илон Маск. Илон Маск, точно. Вот, ну, то есть представь себе, что мы сейчас тебя видим как Илона Маска, да, который уже там на Марсе, который еще чего-то, а продукт-то какой, понимаешь, вот, ну, правда. Это первый момент, что всегда, опять же, вот, когда я начинаю с экспертами работать, первый момент, который, ну, вот, с моей точки зрения, стоит порабатывать и взять свои руки. И второй момент, это вопрос делегирования. Каким бы ты всемогущим ни был, сколько бы у тебя рук не было, ты не можешь охватить все те инструменты, которые ты назвал. Да, ты можешь поверхностно в них разбираться, но никогда в жизни один человек не может сделать столько того, что ты назвал. Я тоже с этим сталкивалась, я тоже набивала шишки на доверие, да, на вопрос делегирования. Но еще раз, мир сейчас пришел в такую эпоху цифрового развития, он меняется моментально. И как бы ты сейчас все инструменты не перечислял, через месяц, два, три уже несколько добавятся эти, отвалятся, понимаешь. А ты вот как бы настолько глубоко в это погружаешься, ну, ты просто, ну, это нереально. Это даже Юлия Цезарь отдыхает, ну, вообще Илон Маск отдыхает, чтобы все это знать, держать. И понимаешь, то есть это как в Яндекс. Вот я тебе просто приведу простой пример. Едешь по Яндекс.Навигатору, ну, пользуешься, кто-то там, Google.Навигатор, да, вот я еду по Яндекс.Навигатору. Уже несколько раз с мужем попадали в эту фишку, да, то есть Яндекс.Навигатор статистическая система, да, то есть сколько вот Яндекс.Навигатором сейчас по этой дороге пользуются, соответственно, он по ним измеряет пробку. Мы сейчас едем в режиме в моменте, он нам показывает, ребят, вот так быстрее, опа, и все 10 машин поехали так, ну, там 100, не 10, там 100-200 машин. Соответственно, что получается? Ситуация в кардинальном моменте меняется. Здесь уже получается пробка, а нам уже обратно не вернуться, понимаешь. Вот то же самое здесь. То есть если ты будешь использовать, ну, если множество людей будут использовать инструменты, которые сейчас в тренде, они уже не будут в тренде, они уже не будут иметь ту эффективность, понимаешь. Поэтому все то, что ты назвала, ну, все правильно, но без экспертов в каждой своей области. Вот почему ты считаешь, мы должны прийти к тебе? Потому что ты эксперт, ты глубокий эксперт в том продукте, правда, который я до сих пор не поняла, да, в который ты продаешь. Но почему я должна, вернее, как не должна, почему твой бизнес, твое детище должно на тебя опираться в том экспертном, ну, вернее, в том продукте, который не твой, да. То есть ты эксперт в нем, потому что это твой бизнес, твое детище. Но ты не конс... Господи, сейчас у меня язык сломается. В общем-то, я, если говорить про контекстную рекламу, если говорить про сервоперационные риски, про все остальные виды маркетинга, в каждом из них есть эксперт. И как я вижу твою боль, это найти правильных исполнителей, таких же крутых экспертов, как ты, но в этих местах, понимаешь, в этих точках твоих болях. И вот эту боль мы объединили с Евгением, что мы не хотим быть экспертом во всех этих 55 инструментах. И что нам нужно сделать, чтобы пойти завтра заниматься своим любимым делом? Учить, лечить и строить. Вот, вот, ты правильно подвел. Теперь смотри, мой совет, опять же, мое импорт, да. Как минимум, для начала ты должен определиться, что же есть твой продукт. У тебя я нашла, ну, вот я сейчас вижу как минимум три твоих продукта, да, это ты сам, потому что, опять же, я вижу тебя, Илон Маск, извини за сравнение, может быть, ты гораздо круче, не спорю. Вот, но я в любом случае, судя, ну, я просто еще немножко эзотерикой увлекаюсь, но суть важна. Но суть в том, что я понимаю, что у тебя есть будущее как эксперта, не тот палец огибая, вот, дальше, у тебя есть, называй это как хочешь. Сейчас это очень круто, люди привыкли называть это сейчас личным брендом. Так вот, есть личный бренд сейчас у тебя, да, как у личности, он тебе в любом случае нужен, и, судя по тебе, ты без него никуда не денешься. Второй момент – это бренд твоего бизнеса, да, то есть в целом. Потому что сейчас даже ты сам не можешь понять, во что твой бизнес выльется, но в любом случае это есть бренд твоего бизнеса. И есть третий момент – это бренд твоего продукта. Так вот, все три бренда, да, нужно для начала определиться, что они из себя представляют, да, то есть есть точка А у каждого из этих продуктов. Тебя, твоего бизнеса, твоего продукта. Далее ты определяешь уже, кто конкретно является твой любимый клиент. Я бы не стала называть это целевой аудиторией, потому что целевая аудитория – это вкупе, да, то есть это такая группа любимых клиентов. Потому что если вот ходит такая байка, да, среди маркетологов, да, то есть кто ваш целевой клиент, там, называют, короче говоря, там, профессора, там, ну, или, там, не знаю, бизнесмен и так далее. А кто ваш любимый клиент? Это его жена. Ну, потому что бантик повесила на машину, да, и вот она уже все, она уже все хочет. Вот. А целевой клиент – это вот как раз, там, тот, кто покупает машину. Так же и у тебя, понимаешь, то есть целевая аудитория – это вкупе. Вот. Что касается, еще раз говорю, надо про любимый клиента. Для этого что нужно сделать? Ты продал уже неимоверное количество домов. Ты просто на этом столько собак уже съел, как я понимаю, да, то есть, причем это я, грубо говоря, продал домов. Еще раз говорю, я не знаю твоего продукта, потому что ты здесь говорил и про материалы продажу, и какие-то отдельные услуги, что есть твой продукт. Либо же твой продукт – это конкретно строительство конкретного дома из конкретного бревна. Я не профи, я твоя, скорее всего, целевая аудитория, потому что сами буквально недавно построили дом, то есть, ну, чуть бы пораньше, может быть, мы бы заказали у тебя. Но еще раз говорю, то есть, я предполагаю, что я могу быть в целевой аудитории, но я не знаю, какой это продукт, да. Вот, так вот, что я хотела сказать. Биллась уже, вспомнила про свой дом. Хорошо говоришь, продолжай. Вот, возвращаясь к продукту, да, нужно определиться, что есть твой продукт, нужно понять. Возвращаясь к аналитике. Я не говорю про уйму денег, которые нужно тратить на аналитику. Еще раз, ты построил уже неимоверное количество домов. Либо, если твой продукт – это услуга строительства, ты уже оказал этих услуг неимоверное количество, да. Если ты сейчас готов этому посвятить время, я бы начала с этого. Потому что это как основа основ, ну, дальше это, знаешь, как слепой котенок. Тыкаешься во все стороны. У тебя есть уже сейчас, как ты правильно заметил, важность в репутационном маркете. У тебя уже сейчас есть довольные клиенты. Почему они к тебе пришли? Причем я не сторонник вот этих, вот, знаешь, звонков. Там нанимаешь девочку, которая студентка, чтобы поменьше заплатить, да, она звонит, спрашивает, вот вы у нас там что-то заказывали, что у вас там вот, вот именно вот это я бы сделала сама. Потому что вот это кому-то еще доверить – это неправильно. Это то, что, понимаешь, ты оценишь, ну, то есть, вот ты как собственник бизнеса, который вот эти все боли в себе носит, ты оценишь и антонацию, с которой клиент с тобой разговаривает. Ну, то есть, ты можешь, не знаю, доверить это своей супруге, там, своему самому. Нет, мы больше, мы теперь прям берем оператора и поехали по нашим клиентам, прям берем интервью, гостим дома, делаем обзоры домов, вот, уже прям делаем это в полной мере. Вот, то есть, смотри, не услышала начала, фразу уже делаете или… Да, берем оператора с телевидения профессионала и поехали по клиентам, уже делаем с ними интервью, обзоры домов и часами просто обеседуем, но потом это все нарежется в некоторых видеофрагментах, но показывает именно жизнь людей. Вот, это круто, понимаешь, еще раз говорю, это как раз один из видов нативной рекламы, потому что ты уже даже этот инструмент используешь на 200%, это очень крутой инструмент. Так вот, еще раз, да, то есть, тем более, если ты уже этим занимаешься, делаешь прямо выжимку, да, то есть, кто, чего, прям вот, вплоть до того, извините меня, какую туалетную банку он покупает, и вообще, откуда он про тебя узнал, да, и исходя из этого уже, ты понимаешь, как презентовать свой продукт, потому что, ну вот, все эти инструменты, их нужно использовать. Вопрос, на какой бюджет и какой инструмент тратить. Дальше про сам бизнес, еще раз, да? Я говорю, золотые слова, на какой инструмент, какой бюджет? Вот смотри, а я понимаю, что хочется услышать вот этот, или хочется услышать только не этот. Но еще раз говорю, понимаешь, время сейчас очень быстрое, вот правда, просто сейчас сколько вот экспертов, даже в одной отрасли мы не продвигаем, у одного работает сейчас это, мы к следующему эксперту через пару месяцев возвращаемся, используем этот же инструмент, он уже не работает, либо работает в другой толике. Почему? Репутация сработала по-другому. Ну, то есть, понимаешь, как лепестки у цветка, то есть, ну, и ты, ты не нейритическая машина, ты не можешь продумать все те моменты, которые были. Все, что ты можешь сделать, это максимально вычленить твоего сочного самого клиента и понимать, где он живет, где он берется. Все, что ты назвал, это, понимаешь, ну, вот еще раз говорю, это как представь себе, что ты доктор Рошаль, да, то есть, ну, крутейший доктор Рошаль, ты суперэксперт, вот, но ты пошел там в Инстаграме свои ботинки снял, там еще что-то, да, то есть еще где-то показал. Тебя и так все хотят, да, то есть, ну, и так все хотят к тебе пойти, но они не понимают свой уровень, да, то есть вот так же, как и я, как будет еще твоим клиентам, я не понимаю свой уровень. То есть, ну, как бы, могу Рошаль оказывать консультацию, или он не оказывает консультацию, или он только в Госдуме выступает по поводу здоровья, понимаешь, вот так же сейчас такое же понимание у меня и о твоем продукте, и о тебе. То есть я понимаю, что ты крутой эксперт, а мне-то это что, ну, что мне это, понимаешь, вот, и когда ты знаешь, кто твой клиент, ну, или давай, чтобы вот не получалось, что я сейчас просто в пустую говорю, давай прям вот здесь и сейчас, вот, какой один из твоих лучших продуктов, как ты считаешь? Я считаю, что мы разбираясь сейчас меня, немножко уходим от смысловой темы, задачи. Нет, 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 мне кажется, очень правильно именно сейчас и ближе к телу, как говорится, да. Ну, смотри, Андрей, Андрей, я буду настаивать, если ты не хочешь, мы не будем. Нет, давай, давай запустим, попробуем. Конечно, потому что, грубо говоря, есть один миллион, да, и вот есть Андрей Елуков, у него есть производство, есть продукт, который нужно... Ребята, у меня к вам огромная просьба, уберите цифры, потому что еще раз говорю, равнять продукт стоимостью там одной и стоимость другой, и даже, ну, вот я говорю, меня прям коробить начинает, когда люди начинают измерять немножко не в тех ключах. Ну, то есть бюджеты, ну, они совершенно несоизмеримы, и говорить о том, что там стоимость льда в одном случае, в другом случае будет одинаковая или там дороже и больше, даже в процентном соотношении, совершенно разные вещи. Есть эмоциональный спрос, есть спрос исторический, есть, ну, там нереальное количество спросов, и как бы говорить о том, что, ну, в общем, ладно, меня понесло. Правильный маркетинг должен быть безбюджетный. Вот, вот, совершенно верно, поэтому, чтобы он таковым являлся, да, соответственно, нужно его, чтобы он был в каждом моменте, вот то, с чего ты начал, да, то есть у тебя миллион инструментов, и вот каждый из инструментов должен, как ты правильно заметил, внедриться безбюджетно, а для этого у тебя должно быть либо миллион рук, либо умение делегировать. И вот как раз вопрос эксперта, вот я бы обсуждала, не стоимость следа, а стоимость эксперта и его КПА, который завязан на твой бюджет, ну, вернее, на твою выручку, да, то есть вот есть продукт, назови его там стоимостью, ну, не знаю, там, 200 тысяч, если вам так хочется к цифрам привязываться, да, у тебя есть маржинальность определенная, да, любые цифры называете, я не люблю цифры вслух просто так говорить. вот, так вот, КПИ этого эксперта договариваешься с ним и привязываешь его конкретно к сделке по продукту, и вот здесь вот я вижу способы сравнивания, понимаешь, то есть ты крутой эксперт, ну, это как вот сейчас Мария Афонина, да, ты ок, я ок, то есть раньше там система, там, я тебя сделаю, не работает, сейчас работает ты ок, я ок, и мы в смеси ок, вот, надеюсь, я не какие-то там такие заобычные слова говорю, так вот, я про это же, да, то есть ищешь эксперта, такого же крутого, как ты в своем продукте, привязываешь, договариваешься с ним, как крутой переговорщик, а ты есть крутой переговорщик, это видно, о КПИ в своей сделке, и вот тебе, пожалуйста, результат, он замотивирован, ты замотивирован, и у вас пошел результат. Галина, а какие могут быть, допустим, КПИ, можно хотя бы примеры? Да, очень просто, если есть продукт, в любом случае у Андрея подсчитана его маржинальность, плюс она разбита на периоды, также у маркетинга есть срок действия, то есть понятное дело, что срок срабатываемости, да, реклама, он разный, у каждого инструмента, и если ты обращаешься к эксперту, он тебе четко может сказать приблизительный срок срабатываемости рекламы, понимаешь, и ты его рассчитываешь, делишь на свою маржинальность, достаточно объясняю. Да, смотри, но здесь возникает следующее, да, то есть в итоге человеку нужен дом, да, человек берет, заказывает проект, да, заказывает, соответственно, изготовление этого дома, нанимает бригаду, покупает строительные материалы, подключает инженерию и так далее. Но есть этапы, да, то есть есть там разделы строительного производства, когда все понятно, от точки А до точки Б займет это, допустим, там 8 месяцев, будет дом подключен, дождан с мебелью укомплектован, понимаешь, и там, естественно, могут быть отклонения вправо, отклонения влево, но в конечном итоге, при нормальном финансировании и при нормальном снабжении материалами и людьми, этот проект будет сделан. Таких проектов много сделано. У меня вопрос следующий, да, вот к тебе как к маркетологу, за что отвечает маркетолог? Потому что мой опыт горький, да, в том, что маркетологи говорят, что мы не отвечаем за продажи, говорят мне маркетологи, мы отвечаем за маркетинг. То есть мы вот к вам привели людей, а дальше вы с ними сами разбираетесь, мы не можем отвечать за продажи, они мне говорят. И получается, что, ну понимаешь, да, то есть круг не замкнутый. То есть я говорю продажникам, producent продавайте. Они говорят, приводите мне людей. Я говорю, хорошо, привел вам людей, продавайте. Они говорят, вы нам хреновых людей привели. Я тебе больше скажу. В этом кольце еще возникают производственники. Они говорят, что продажники говорят, вы хреновые дома делаете. Эти говорят, вы хреновых покупателей ищете, которые хотят вот так вот. Вот золотые слова, Галина. И вот так вот. Поэтому я и говорю, маркетинг – это не вопрос привлечения. Маркетинг – это комплекс, который охватывает все, понимаешь, целиком. Даже ведение клиентской базы – это не продажник. Это инструмент маркетинга, понимаешь? Сбор обратной связи после продажи – это инструмент маркетинга. Какого цвета дом покрасить – это инструмент маркетинга, но завязан там производственник. И там дофига всего. На самом деле вопрос маркетинга, он не только в решении клиента обратится к Андрею. Вопрос маркетинга о том, чтобы потом, после того, как этот клиент получил свой продукт, готовый, построенный дом, он привел еще 10 клиентов, и Андрей не потратился еще столько же на маркетинг. А маркетинг для него стал бесплатным, потому что он этого клиента превзошел ожидания. Понимаешь? А чтобы этого клиента превзойти ожидания, нужно понимать, а что же он хочет-то. Понимаешь? И первоочередная задача – это понимать, что хочет клиент и мои возможности. И выбрать такого клиента, которого ты сможешь превзойти возможности. Либо изначально выбирать вот такого клиента и понимать, что ты должен сделать 10 шагов, чтобы превзойти его возможности. И только если ты превосходишь его возможности, ты можешь рассчитывать на бесплатный маркетинг. Потому что нативная реклама, сарафанное радио и так далее, и так далее. Что касается твоего вопроса по куда привязывать API. Вот если Андрей возьмет себя в руки и найдет экспертов, ропа по отделу продаж, маркетолога, только не пугайся пока, это может быть там, ну это я чуть позже могу пояснить. Так вот, ропа, маркетолога, начальника производства, ну и дальше еще, логиста, возможно, я не буду вникать в бизнес-процессы. И вот твоя задача быть головой вот здесь, вот над всеми этими экспертами. При этом у тебя каждый из экспертов должен быть крутой. И еще есть эксперт, финансовый гений, который знает, какой КПИ на куда завязать. Причем это настолько паутина должна быть. То есть вот в этом плане Сбербанк, которым я сейчас работаю, у них настолько завязанный КПИ, что мне кажется, даже само руководство не до конца понимает. Но оно все настолько завязано. То есть вот, ну просто вот вопросы КПИ, Сберу, можно не знаю там. Блин, ну допустим, у меня сейчас есть информация от моих коллег, что нету крутых маркетологов. Что нету? Нету крутых маркетологов за наши деньги. А ты не ищи крутого маркетолога, Андрей. Ты не ищи крутого маркетолога. Ты сам сейчас можешь стать этим крутым маркетологом, но только ты экспертов. Нанимай, пожалуйста, вот в тех, вот ты уже в принципе вот это все разобрал, понимаешь? Вот все, что ты сейчас описал, да? Вот. Еще раз говорю, маркетолог – это человек, который владеет комплексом знаний, да? Опять же, по пути клиента, вот. И если воспринимать так, как маркетолога, маркетологи есть. Вопрос только в том, насколько ты хочешь на него тратиться. И вопрос только в том, чтобы маркетолог был заинтересован продавать твой продукт, понимаешь? И твой проект. Потому что, ну, на самом деле, ты один в мире. Также и маркетолог может быть для тебя тоже один. Ведь, ну, Андреев же немного. Ну, вот Андрей реально крутой. Он, ну, вот еще раз говорю, я сравнила с Илон Маском, возможно, даже круче, да? То есть Илон Масков же тоже немного. Ну, вот ты попробуй найди маркетолога для Илона Маска. Вот, поэтому я еще раз говорю, то есть ты уже, в принципе, большой, вот давай постепенно, пошагово, да? То есть у тебя уже есть определенный список инструментов, а у тебя есть уже работа в плане сбора обратной связи, у тебя есть огромный опыт оказания услуг, успешного оказания услуг и продажи твоего продукта, да? То есть твоя задача сейчас взять эксперта такого же, я не верю, что его ты не найдешь. Вот если ты реально загрузишься не искать какого-то многорукого человека, а конкретно человека, который тебе поможет собрать информацию вкупе, да, вот, и ее проанализировать и дальше уже пойти по инструментам. Ты найдешь этого эксперта запросто, а он уже пойдет по делегированию, да, то есть и будет искать экспертов на исполнителей вот всех тех задач, которые ты поставил. Но тебе тоже нужно еще прорабатывать конкретно все остальные, да. А вот теперь вопрос дня. Можем ли мы с Евгением начать формировать некую комфортную среду для экспертов, к которым мы можем обращаться он, я, еще какой-то круг наших коллег из поморского землячества, из каких-то других клубов, чтобы, а, загрузить эксперта работой, чтобы сфокусировать его внимание на нас, б, минимизировать стоимость оказываемых услуг, ну, только для бедня. Возможно ли такое? Ты имеешь в виду найти такого крутого маркетолога, который... Нет, нет, специалиста, 10 специалистов. Вот мне нужно запустить вебинары. Я понимаю, что мне нужно станцию покупать, какое-то оборудование специальное, ну, наверное... Зачем? Я не поняла, зачем. Там для моделирования что-то нужно такое, что вот не просто так открыл зуб. А зачем тебе покупать, я не совсем понимаю. А там слабый компьютер не потянет, это офисный не подтянут, уже надо там какие-то... Нет, подожди. Твой продукт – это грубо. Я еще раз на секунду не услышала, что твой продукт. Но твой продукт грубо – это продажа построенного дома. Я сегодня дождусь, что ты скажешь, какой там продукт. Я сегодня не продаю продукты, я сегодня продаю более свои. Поэтому моя задача – запустить вебинары. Я бы хотел первый вебинар тянуть Евгению. Я тебя поняла. Вот смотри, есть... Еще раз говорю, я за экспертность. Вот, понимаешь, я за экспертность. Мы можем собрать в пул специалистов. Возможно, они даже найдутся все в поморском землячестве, которые будут оказывать услуги вот четко по списку, да? Но они должны быть эксперты. Эксперту нужно поставить правильную задачу. Чтобы поставить правильную задачу, нужно понимать, что нужно сделать. А что нужно сделать? Нужно понять, что за продукт и кому его продавать. Да, Галин, смотри. Но изначально тема нашего обсуждения, которое уже длится ровно час, мы вышли за 40 минут. Смотри, изначально тема нашей сегодняшней дискуссии – это как из маркетинга сделать производственный процесс. Вот, если мы возьмем экспертов, да, просто дадим им задание, то получится, как у того юмориста, да, о том, что претензии к пуговицам есть, претензии к пуговицам нет, да? Но костюмчик-то не сидит, понимаешь? То есть вроде как каждый эксперт сделал все правильно, но костюмчик-то кривой. И продаж нет, самое главное. Поэтому нужен какой-то… Ну, то есть у собственника бизнеса должно быть понимание, что за чем следует, что как работает. Я тебе на этот вопрос отвечу, знаешь, каким образом. Вот когда у нас что-то болит, первое, к кому мы идем? К терапевту. Извините за сравнение опять, что мне на врачей пить не было. Вот, так вот, и уже терапевт… Ну, кто-то считает, что он ненужный врач, но по факту уже терапевт нам определяет, к какому из экспертов, да, мы идем. Так же и здесь. Хорошо, хорошее сравнение. Вот, я считаю, что первое, что нужно, это заиметь хорошего маркетолога-аналитика, можно его так называть. На самом деле это может быть… Он может… Ну, диджитал-стратег чаще всего, да? И первое, что он должен сделать, еще раз говорю, уметь правильно задать вопрос о продукте, о бизнесе и о собственнике. Ну, то есть это то, к чему я подвожу. И только после этого, конечно, он скажет, вот это, Андрей, тебе сейчас не первоочередно, не надо сюда тратить деньги. То есть вот как минимум здесь он скажет, что сэкономить, да? То есть тебе вот это сейчас не нужно. То есть давай с тобой запланируем… Ну, что тебе скажет этот маркетолог-эксперт, да? Он тебе скажет, Андрей, так, вот у тебя есть точка А, точка Б. Предполагаю, опять же, гипотезно, да? Она займет там лет пять. Давай разобьем ее на каждые полгода, распишем шаги, потому что репутационный маркетинг – это не дело одного месяца, не дело даже одного года. И вот то, что говорит Андрей про начало там почистить отзывы, ну, а не понимаешь, это интернет настолько мусорная корзина, то есть ты почистишь их в основном источнике, а их уже миллион сайтов накопировали. И если я буду забирать, а в Яндексе набирать отзывы, то я все равно на этот отзыв найду, как бы ты его ни чистил. Вот. Точно так же и все остальное. А еще там формы очень часто для привлечения малибов любят их копировать. Поэтому еще раз говорю, это не дело одного дня. И возможно, ну, я понимаю, что инвестиционный маркетинг, он очень важен, но возможно в данный момент эксперт скажет, это не первоочередно, не трать сюда, не сливай бюджет, перераспредели свой бюджет туда-то, туда-то, понимаешь? Вот. Дальше тебе эксперт скажет, вот здесь у тебя нет ничего или здесь твой инструмент пока не сильно работает, да? То есть вот промоушен рекламы нет, например, как вариант, да? То есть ты проработал там экспертность, а промоушена нет, как вариант. То есть первичные продажи делали. То, что ты говоришь, квиз не работает, ну, не сработал, столько денег слили. Тут вопрос не только в самом инструменте квиза, тут вопрос, куда он был направлен, да? То есть кого он привлекал? Я очень часто сталкиваюсь с тем, что говорят, вот не работает инструмент, а по факту получается, ну, то есть как бы, ну, я не знаю, то же самое, что, знаешь, на врослого дядечка запускать мультик с олененком там с глазками Бэмби и рассчитывать, что он, ну, это грубо, конечно. Вот. Либо же, ну, то есть вот, не знаю, я понятно объясняю, непонятно объясняю. Ну, я к тому говорю, что я за терапевта. Я за терапевта, за то, чтобы у нас в поморском землячестве был человек, вот. И я думаю, что такого может быть даже не один, а несколько. Вот я уже Евгению говорила, вроде кто, не помню имя, да, кто-то отзывался, еще могут быть. Можно вообще привлечь этого человека, вот. Потому что люди, которые так же, как Андрей, да, то есть они экспертные, они прям горят душой, они, возможно, будут готовы помочь и вообще чисто советом. Для нас это будет ценно. Вот. Так вот, эксперт-терапевт определяет, да, как ты говоришь правильно твои боли, но не с точки зрения твоей боли в целом, а с точки зрения того, насколько оперативно требуется вмешательство в той или иной процесс. Вот. А дальше он тебе обозначает экспертов. У него, ну, то есть у него, либо же у нас должен быть какой-то пул экспертов. Вот. Их тоже можно передавать от проекта в проект, да. То есть ты уже говоришь про вебинары. Вебинары нужны не только тебе. Вебинары сейчас рабочий инструмент, и я не совсем понимаю, зачем приобретать технику, если очень много сейчас специалистов-фрилансеров. Также, как ты, экспертные, с отзывами, со всей техникой уже готовые есть. Вот я не так давно снимала ток-шоу. Я про это и говорю, что, чтобы мне не идти по пути, то есть надо, у нас есть круг потребителей, там, соответственно, нужен один исполнитель, который будет внутри нашего круга кредитован, там, афистован, и мы точно знаем, что к ним можно обращаться, и он играет в долгую с нами. Все верно. Вот на наш пул потребителей нужно по каждому инструменту сформировать какое-то количество исполнителей. Да, я согласен. Можно схему составить, да, то есть можно, вот как ты говорил про свою страницу в сообществе поморского землячества, потому что, как минимум, еще раз, в поморском землячестве есть книга, но нет какого-то оперативного инструмента, по которому по направлению могли бы набрать специалисты. Потому что я очень часто сталкивалась, даже сама я была в шоке, насколько у нас в морском землячестве много людей, тех должностей, тех проектов, которые я раньше искала, но я не знала про них. Та книга, которую мы имеем, она крутой, не знаю вообще, но это круто, когда есть книга, но с точки зрения бизнеса она мало чем может помочь. Люди меняются, то есть там книга, там она уже очень много должна, может лежать где-то в серванте, да, а мы уже другим бизнесом занимаемся. вот, поэтому вот я за какой-то ресурс, возможно, не знаю, там, это будет на том же сайте по морскому землячеству, где мы пропишем свои регалии, свои успехи, свою экспертность и оперативно можем их добавлять, компетенции добавлять. И как ты правильно говоришь, туда же можно разместить контакты этих экспертов. Просто я не совсем уверена, что они могут быть самими земляками нашими. Нет, я даже не имею в виду земляков, я знаю, что мы на правах земляков имеем определенный уровень внутреннего доверия, соответственно, мы можем собираться в маленькое внутреннее еще раз сообщество коммерсантов, которым нужны эти услуги и совместно найти исполнителя. Согласна. Ну, еще, вот как, знаешь, это по принципу, да, доски Авито, есть предложений много, а есть также и спрос. есть, вот мне нравится принцип сайтов фриланс, да, то есть у них ведь не только там фрилансеры сами запускают свои проекты и странички свои размещают, но и сами заказчики. Я вот тоже там задачи чаще всего запускаю во фриланс, да, то есть я выбираю исполнителей по портфолио и так далее. То же самое можно сделать и здесь, да, то есть тебе, например, сейчас ты уже определился, да, то есть ты сам себя протерепетировал и ты определился, что тебе там нужно то-то, то-то, то-то. Вот ты сейчас, например, ищешь эксперта по проведению вебинаров с техникой. Вот как минимум я бы на твоем месте искала бы ресурс, где обозначить свою вот эту задачу, да, то есть как минимум. Я бы не искала, где купить технику, я бы их искала эксперта, Я с тобой согласен, я за эксперты. Вот нам нужны вот специализированные врачи, вот нужен список этих врачей именно со звездочками, чтобы они все были там лицензированные, с опытом. Все правильно, с отзывами, которым мы доверяем, все правильно, да, не написанными там где-то чего-то как-то самими экспертами, да, а с теми отзывами, которым мы доверяем. Хорошо. Если у нас есть там десяток коммерсантов, которые пользуются квизами, я бы с радостью взял 7, дал одному рекламу в понедельник, второму, второму, третьему в среду и кому-то по итогам месяца поставил бы звезды и сказал, все, вот он может. Знаете говоря, раз уж заговорили об этом моменте, вот сейчас, между прочим, многие, ну вот в серии маркетинга, да, и вообще в принципе бизнеса складываются к тому, что сейчас век коллаборации начался. И как раз вот то, о чем ты говоришь, да, то есть даже вот мы сами со своими проектами мы не пользуемся ресурсами своих бизнесов, да, то есть у нас всех есть социальные сети, у нас есть аккаунты, у нас есть, ой, у нас есть определенные общие ресурсы, но мы этим не пользуемся, да, то есть мы не коллаборируемся. Приведу очень простой пример. Вот у меня сейчас подруга очень крутая, тоже маркетолог, она в Калининград уехала из Архангельска, между прочим, вот, и она свела вместе два совершенно разных бизнеса, ну я не буду сейчас акцентировать на чем, вот, и люди, приходя в ее магазин, они как бы, ну, есть зоомагазин, есть магазин там женской одежды, да, а у нее все вместе, вот, вау, так это третий формат получается. Нет, я тебе хочу сказать, что сила нативной рекламы, представь себе, человек, да, то есть он, ну, он там видит собачку, думает, ой, сейчас в зоомагазин зайду, ну, то есть девушка, национальный человек, да, то есть он заходит, а там нереальные вещи просто, и она, она, идя в зоомагазин, она была готова, что ее можно там развести там на крутую лежанку, там крутые вещи у нее, крутую лежанку, там бешеных бабушек, то есть она к этому была готова, и у нее в голове есть определенные рамки, так, я готова потратить 10-20 тысяч, она заходит туда, она видит вещи, у нее не было заготовки на эту тему, она не была готова к этому удару, и, соответственно, вот такой вот ход, ну, он очень сильно у нее сейчас поднимает продажи, это нереальный просто человек, вот, на маркетолог от, кстати говоря, почему бы ее сюда не позвать, вот, она, конечно, в Калининграде, я к тому говорю, что вот эти инструменты, она просто, немножко пару слов о ней, между прочим, она была, поди-холдинг ОАО Молоко, сейчас секрет раскрою, зам директора по маркетингу, вот, бросила все, и на пике карьеры ушла в свой бизнес, это, понимаешь, вот, если я тебе скажу, что это бутик одежды для собак, ты скажешь, фу, на самом деле, благодаря тому, что она просто, вот, до мозга костей, крутейший специалист, не только в маркетинге, но и в бизнес-процессах, да, она на таком, казалось бы, смешном бизнесе смогла построить такую структуру, что это позволило ее семье, так скажем, с очень высоким уровнем, да, запросов, ну, я не буду говорить о чем, но сами понимаете, да, то есть ООО Молоко, уровень, все понимают, вот, поэтому, вот, с этим уровнем запросов, они переехали в Калининград, живут там, радуются жизни, и при этом она постоянно, постоянно развивается в новых сферах совершенно, она открыла производство, сейчас по всей России уже отшивает ее вот эти вот бутиковые вещи, хотя все сейчас говорят, что сейчас, будучи за сегментом, совершенно не бутиково. друзья мои поморы, я понимаю, что маркетинг это очень сложно, там все-все-все понапихано, примерно так же, как строительство, вот, но в конечном итоге дома как-то строятся, и люди в них как-то живут, и даже не вспоминают о том, что были какие-то строители, которые их строили, вот, я предлагаю закончить нашу сегодня дискуссию на том, на той идее, чтобы нам еще раз встретиться, и разобрать какой-то конкретный кейс, кейс мы можем сделать, допустим, аудит, аудит маркетинга в какой-то компании, не обязательно у Андрея, не обязательно у меня, мы можем взять кого-то еще из нашего делового клуба, да, просто взять, можно, кстати говоря, Евгений запустить опрос, кто желает, чтобы мы разобрали его кейс. Да, 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 ну, это видео, если мы опубликуем его, то, собственно, и будет, да, что мы возьмем какой-то, какой-то бизнес, да, сделаем аудит этого маркетинга. Что сделано, в какой последовательности, какие бюджеты, прям с цифрами, да, потому что... Жень, ну, ты считаешь, что это в рамках эфира, я не совсем к этому согласна. Нет, мы можем сделать этот анализ и в закрытой группе, да, можем сделать это оффлайн вообще, да, чтобы публично это особо не было, да, вот, но когда мы сделаем конкретный анализ, да, то есть мы на чем-то конкретном примере, мы увидим, а как же у нас это сделано? Ну, просто на минуточку, да, то есть аналитика маркетинговая, она занимает не меньше двух недель, если мы говорим о серьезных вещах. Я так понимаю, она просто быстрый срез и провокация посмотреть на бизнес. Я не имею в виду аналитика маркетинговая, а аудит маркетинга в компании. Еще раз, вот я за то, чтобы не рассматривать маркетинг отдельно от бизнеса. Нет, хорошо. Да, ну, я просто к тому говорю, что, то есть, ну, вот еще раз, работа с клиентской базой, вот ваша точка зрения, это инструмент, ну, как бы, вы бы ее куда отнесли? Отдел продаж. Ну, вот, ну, это очень важно, и это... А подогревать отделу продаж нужно инструментами, e-mail маркетингом или что-то такое, или новыми фишечками, нет? Вот еще раз говорю, ответственность введения клиентской базы, это отдел продаж, а аналитика и построение, и разработка клиентской базы, это задача маркетолога. Потому что менеджер по продажам будет вести базу так, как ему хочется, а потом из этой базы маркетолог ничего не возьмет, вообще ничего. маркетолог все-таки создает, отвечает на главный вопрос, а что же мы продаем? Нет. Что, что Андрей продает? Андрей, что ты предлагаешь Галине? Да. Давайте все-таки встретимся с кем-нибудь, посмотрим, и просто посмотрим поверхностно, инструменты, и, возможно, просто готовы немножко побыть хирургом. Хирургом или терапевтом? Ну ладно, пока терапевтом, хорошо. Хирургом, мы готовы точно, терапевтом могу побыть, вот. Вот, давай тогда бросим клич, кто у нас еще по маркетингам занимается, да, в каких областях, чтобы ты тоже могла с ними познакомиться, вот, и найдем добровольца, да, чей сделать аудит маркетинга, аудит в смысле как ценностного предложения и в целом бизнес-модели, потому что как ты и говоришь, что все это вместе взаимосвязано. Хорошо? Когда мы это сможем сделать, как ты думаешь? Ну, кидая спрос, там уже как пойдет, сложно сказать, но еще раз говорю, меньше чем две недели, вот, как бы вы там не говорили про поверхностность, я в поверхностность не верю, честно, я за экспертность, то есть, либо мы делаем, я прошу прощения, меня тут пытаются заняться, либо мы делаем, то есть, либо мы не беремся, ну, я за это. Смотри, у нас 19-го числа будет деловой клуб, там мы сможем по большому счету выбрать кого-то добровольцем, либо до, либо сейчас, ну, в общем, у нас есть 10 дней, там, 9 дней, да, вот, и потом, соответственно, еще недели 3 нам нужно, грубо говоря, если мы сделаем следующую встречу 10-го сентября. Смотри, это же ведь, еще раз говорю, зависит, конечно, от вида бизнеса, но, опять же, это нужно срез делать конкретно, ну, это как минимум 2-3-3-часовых сессии для того, чтобы провести аналитику, потому что, ну, иначе я не вижу смысла. Да ты что? Это все так серьезно? Ну, а иначе… Есть еще другое предложение, но я бы немножко над ним подумал и чуть попозже сформулировал. Сырой пока, я подумаю, сформулирую. Мы это добавим. Я понял тебя. То есть нужно 4, нужно 5 недель, да? Нет, нет, я не говорю про 5 недель. Почему? Я говорю вот 2 недели, это вполне реальный срок с того момента, как человек сказал, я хочу, я готов, вот 2 недели с учетом там состыковки графиков, в принципе, почему нет? Ага, и потом сделать, собственно, презентацию вот этого аудита. Да, 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 да. Тогда давайте там в районе 20 сентября, когда у нас будет следующий офлайн деловой клуб, можем 20 сентября сделать уже презентацию вот этого аудита маркетинга в какой-то конкретной компании. Ну, в офлайне, да, то есть мы в онлайне будем выносить. Ну, как скажете. Можно и в онлайн, презентацию можно в онлайн, разбор полетов можно в онлайн. Все цифры на пальчиках, на калькуляторах. Нет, ну, нам цифры, цифры это уже между нами будет, да, между тем, кто, ну, это, как сказать, врачебная тайна цифры, а вот сам кейс, что нашли, что нарыли и в чем нашли инструменты и зоны роста, почему бы и нет. Понятно. В общем, друзья мои, спасибо большое. Андрей, Галина и даже Владимир к нам подключился, но не подключил звук и что-то пошло не так. Давайте на этом закругляться. Помор, помор, помор. Всем пока. Всем пока. Все, до встречи в эфире. Счастливо, всем удачи. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...